Милостыня. Вблизи большого города по широкой проезжей дороге шел старый больной человек. Он шатался на ходу. Его исхудалые ноги, путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжко и слабо, словно чужие. Одежда на нем висела лохмотьями, непокрытая голова падала на грудь. Он изнемогал. Он присел на придорожный камень, наклонился вперед, облокотился, закрыл лицо обеими руками и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на сухую, седую пыль. Он вспоминал. Вспоминал он, как и он был некогда здоров и богат, и как он здоровье истратил, а богатство роздал другим, друзьям и недругам. И вот теперь у него нет куска хлеба, и все его покинули, друзья еще раньше врагов. Неужели ж ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? И горько ему было на сердце. И стыдно. А слезы все капали, да капали, пестря седую пыль. Вдруг он услышал, что кто-то зовет его по имени. Он поднял усталую голову и увидал перед собою незнакомца. Лицо спокойное и важное, но не строгое. Глаза не лучистые, а светлые. Взор пронзительный, но не злой. — Ты все свое богатство роздал, — послышал сыровный голос. — Но ведь ты не жалеешь о том, что добро делал. — Не жалею, — ответил со вздохом старик. — Только вот умираю я теперь. — И не было бы на свете нищих, которые к тебе протягивали руку, — продолжал незнакомец. — Не над кем было бы тебе показать свою добродетель. Не мог бы ты упражняться в ней? Старик ничего не ответил и задумался. — Так и ты теперь не гордись, бедняк, — заговорил опять незнакомец. — Ступай, протягивай руку. Доставь и ты другим добрым людям возможность показать на деле, что они добры. Старик встрепенулся, вскинул глазами, но незнакомец уже исчез. А вдали на дороге показался прохожий. Старик подошел к нему и протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего. Но за ним шел другой, и тот подал старику малую милостыню. И старик купил себе на данные гроши хлеба, и сладок показался ему выпрошенный кусок. И не было стыда у него на сердце, а напротив его осенила тихая радость.